Друзья, вас приветствую и с нами Владимир Осечкин, основатель «ГУЛАГу.нет», блогер Владимир, я вас приветствую. Добрый день, Питер, спасибо за приглашение и приветствую всех наших уважаемых подписчиков и зрителей. Ну, продолжаем тему Трампа и уже вот интересная новая составляющая в контексте его предвыборных обещаний. Трамп рассматривает смягчение санкций против России в рамках своего плана прекращения войны в Украине, об этом заявил агентству Bloomberg с санкциями, мы отталкиваем всех от себя, так что я не люблю санкции. Я нашел их очень полезными с раном, но даже в случае с раном они не были нужны, так уж сильно, сказал Трамп. Также напомнил, что во время его президентства у него были хорошие отношения с президентом Путиным и Европе не коррозила война. Владимир, вот на вскидку, как вы думаете, насколько реально такое обещание и вот то, что вы видели сейчас в Милуоке на съезде республиканской партии, где был номинирован Трамп, его решение выбрать Джей Ди Пайнс со своим вице-президентом. Насколько в этом контексте реалистичны эти размышления, эти обещания Трампа? Ну, здесь такой сложный будет ответ. Последние месяцы я разговаривал с моими друзьями, которые живут в Америке, и часть из них поддерживает господина Трампа. И лично я высказывал неоднократно опасения и скепсис в связи с тем, как его возвращение в Белый дом может отразиться в целом на защите демократии в мире. И конкретно, как это может повлиять на ситуацию войны России против Украины и самообороны Украины. Поначалу еще зимой вот эти вот трамписты убеждали меня, спорились со мной, ссорились даже, обвиняя меня в том, что я как бы якобы пытаюсь поддеть господина Трампа, что чуть ли я не работаю на Сороса, что меня финансирует Демократическая партия Соединенных Штатов. И, в общем, я пытаюсь участвовать в этом заговоре. Ну, в общем, чем больше проходит времени, тем больше мы реально понимаем, когда сначала он говорит это какой-то одной фразой, что у него есть какой-то план, за один день он прекратит войну, весь мир недоумевает, как так, что у него, может быть, волшебная палочка есть и так далее. Но сейчас, в общем, все становится на свои места, контуры его политики, они очевидны, и мой скепсис, и мои самые худшие подозрения, которые были еще полгода назад, они сейчас просто подтверждаются, они сами начинают это озвучивать. По сути дела, я не знаю, если еще в закромах Кремля осталось шампанское или какое-то другое игристое вино, наверняка они, слушая подобное, каждый раз открывают очередной ящик шампанского, выпивают, потому что в целом все происходит ровно так, там розовые мечты диктатора Путина. Можно вторгнуться в независимое государство, можно убить безнаказанно огромное количество людей, устроить бахмутскую мясорубку, забрать тысячи украинских военнопленных и пытать их в своих концлагерях, а потом кандидат президента США будет говорить о том, что и санкции сейчас будут снимать, и ситуацию будут размораживать, и так далее, и так далее. То есть понятно, что в этих условиях Дональд Трамп не скажет Путину, убирайся с оккупированных территорий, освободи захваченные земли, выводи войска и вывози их граждан России из Крыма, мы восстанавливаем целостность Украины. Очевидно, что тот секретный план, о котором так не хотел рассказывать господин Трамп, очевидно, заключается в том, чтобы попытаться поставить на колени Украину, начать диктовать условия господину Зеленскому и предложить ему слиться и передать территории Путина. Потому что Путин с захваченных территорий, насколько я понимаю, насколько сообщают мне наши источники из Москвы, уходить не собирается. Наоборот, они развертывают там максимально систему ПВО, они окапываются, все, что они захватили, они уже де-факто используют как свою собственную территорию. Под это заключаются, публикуются различные так называемые законодательные решения о включении тех или иных оккупированных территорий в состав Российской Федерации. И дальше представить, что Путин отмотает пленку назад, начнет в обратную сторону что-то менять, нету никаких для этого оснований. И наши источники сообщают о том, что Путин не настроен что-либо вообще в этой истории уступать. Соответственно, единственный рецепт, как я понимаю, о котором Трамп в полном объеме не рассказал, это начать угрожать и шантажировать Украину и господина Зеленского полным отказом от помощи, в случае, если он не пойдет на те условия, которые ему вот эти вот большие дяди, которые, видимо, все уже проговорили, будут диктовать. Для меня лично такой подход неприемлем, аморален. Я считаю, что идти на уступки диктатору и, более того, прощать ему все те страшные преступления, которые он совершил, это будет, конечно же, несправедливо. Если принцип неотвратимости наказания не будет работать и, наоборот, в данном случае новая администрация в Белом доме начнет ситуацию, по сути дела, такую пропутинскую политику, это будет угрожать, ну, глобально другим странам, потому что это развяжет руки не только Путина, но и всем остальным диктаторам, что можно с оружием в руках вторгаться в другие страны, можно грабить, убивать, насиловать, захватывать людей и территории, но если ты потом договоришься вовремя с человеком в Белом доме, все тебе простят и никаких санкций в отношении тебя не будет. Это очень опасный прецедент. Я думаю, что, конечно же, большое количество стран в Европе будут против подобного подхода и какой-то консолидированной поддержки в этой позиции быть не может на Западе, в нашем понимании. Но это очень опасная дорожка, очень скользкая, и самое главное, что, наверное, это приведет к еще большему количеству погибших людей. То есть это та история, когда якобы благими намерениями все прекратить, и могут погибнуть люди, потому что Путин же заявил свою цель. Демилитаризация Украины, разоружение Украины. И он не собирается отказываться на сегодняшний день от своих требований. Соответственно, если Украине, Соединенные Штаты будут диктовать, что ей необходимо расстаться с вооружением, это будет означать, что завтра, послезавтра, даже если они пойдут на эти условия, случится какая-то провокация, или Путин организует какую-то очередную провокацию, и скажут, что вот они нарушили 37-й пункт, параграф Б нашего длинного соглашения, и в ночь войска просто беспрепятственно пройдут уже до границы с Польшей и полностью захватят территорию Украины. И потом, как Трамп мыслит, сам подобный подход, что президент Зеленский должен сказать своим военным, военнослужащим, что должен сказать своему народу, что все эти погибшие, все это было бессмысленно, что нужно было сразу поднять руки вверх и пойти на уступки диктатора Путина, в данном случае Дональду Трампу и его окружение очень легко. Они по ту сторону Атлантики, их охраняет секретная служба. А по эту сторону баррикад, границ, океана, как угодно, да? Большое количество украинцев достоверно знает, что если они дадут слабину, и если они начнут слушать подобные какие-то посулы, то завтра просто они окажутся на территории ГУЛАГа 21 века. И сегодня речь идет о тысячах украинских военнопленных в ГУЛАГе Путина со всеми пытками, с унижениями. Они оттуда возвращаются изнеможденными. Многие из них худые, почти напоминают такие скелеты обтянутой кожи. Но все это будет завтра для миллионов уже человек. И любой неугодный, который там что-то говорит не так, будет отправляться в Воркуту, в Сибирь, в Ямал-Ненецкий автономный округ, где, как известно, очень часто отрываются тромбы у неугодных Путина и заключенных. Поэтому в данном случае, конечно же, украинцы, я уверен, будут продолжать биться за свою независимость и за целостность своих территорий. И в любом случае за свое будущее проевропейское, демократичное. И если один из самых главных помощников, союзников, старших партнеров сейчас повернется спиной или там задом, ну, конечно, это будет очень некрасивая, очень подлая ситуация, потому что все-таки предыстория говорит о том, что изначально именно Соединенные Штаты Америки давали какие-то гарантии определенные безопасности Украине. В том числе, когда в 90-х Украину убедили разоружиться, отказаться от статуса ядерной державы, от ядерного оружия, гарантами были Россия, которая сегодня воюет против Украины, и также Великобритания и Соединенные Штаты. В данном случае, конечно, это будет, ну, такое обнуление, моральное банкротство Соединенных Штатов Америки. Готова ли к этому Америка? Надеюсь, нет. Солидарен с вами. Как американец скажу, что очень надеюсь, что моя страна не падет так низко. Это будет означать, разумеется, не только проблемы для Украины, но и, что называется, авторитета самой Америки во всем мире, что повторяет эту банку, наши зрители хорошо уже знают, это очевидно. Владимир, да вот мы говорим сейчас о таком даже, может быть, неком тандеме, может быть, даже можно расширить несколько игроков здесь, и Орбан, который пытается посредничать между и Путиным, и Трампом, и даже Си Цзиньпином. И вот, мне кажется, есть первый такой вот очень серьезный еще шаг в контексте неудачного пытки покушения на жизнь Трампа. Я просто, вот, знаете, когда посмотрел на свой секундомер, вот мне просто было интересно, как скоро начнутся уже вкидываться, вбрасываться в российском информационном пространстве версии об украинском следе. То есть, знаем, как это все было в пропуске Сити Холли, мы с вами тоже об этом говорили. Ну и вот теперь, разумеется, украинский след, да, это уже прозвучало. В российских СМИ об этом говорит сейчас кум президента Путина, беглый украинский депутат Медведчук. По его словам, в Телецке не остановится ни перед чем, чтобы помешать Трампу выиграть выборы. В то же время власти США по-черкому развертаны якобы от информированного источника о заговоре Ирана с целью покушения на экспозицию Трампа, но, по их данным, нет никаких признаков связи с Томасом Эпикруксом, стрелявшим в Трампу в минувшую субботу с этим заговором. Владимир, вы отслеживаете российские СМИ и так далее. Как вы, насколько сейчас серьезно ребята в Кремле и политехнологии настроены, чтобы попытаться убедить американцев в присутствии украинского следа? Мне кажется, что серьезные игроки на этом поле в России, конечно же, не верят сами в реалистичность подобного. Но, тем не менее, у них есть говорящие головы, марионетки, которым можно закинуть абсолютно любую абсурдную задачу, какую-то тему, и они начнут ее обмусоливать, вбрасывать в пространство, и какой-то аудитории, которая их слушает, озвучивать. Ну, в данном случае понятно, что широкий зритель в России, конечно же, не поверит в подобный бред, но будут какие-то маргинальные круги, которые, возможно, это воспримут за чистую монету. Понятно, что для Соединенных Штатов Америки там все очень понятно, уже огромный массив информации опубликован, понятно, что действовал одиночка, понятно, что там нет никакой тайной связи, ну и уж тем более там для нынешней ситуации в Украине, ну, мне кажется, это просто абсурд, и даже нелепо в целом обсуждать подобные вбросы от Медведчука. Единственное, что мне хочется сказать, что просто здесь, ну, мне жаль очень Медведчука, потому что он мог бы делать очень многое для своей страны, а он в результате убежал туда, к Путину, в результате обмена до этого подыгрывал Путину, и создавал условия для начала этой масштабной войны, и сейчас продолжает себя вести как последний подонок. Ну, видимо, он уже поставлен в такие условия российскими спецслужбами и Путиным, что просто по-другому он уже не может. Понимаете, Владимир, почему-то опасность, что насколько бы она ни была абсурдна, эта версия, разумеется, технологично мы уже знаем, как это отрабатывается, она вбрасывается в благосферу. Илон Маск, владелец Экс, не снимает уже подобные версии, как спирологически, со своего сайта, и наоборот, всячески блокирует другие, которые могут считаться проукраинскими, в том числе удар по Ахмадиту, вы видели, да, как он решил снять эту информацию о том, что это была российская ракета и так далее. И этого уже достаточно, чтобы это было подхвачено, и уже пошел шум, и это дает подспорье новой администрации Трампа, если он переизберется, использовать благоприятный информационный шум, чтобы протокнуть любую антиукраинскую позицию. И опять-таки Джей Ди Вэнс к разговору, да, вице-президент, кандидат вице-президента. Видите, мы уже говорим, как бы, администрация Трампа как афе акумплия, свершившиеся факты, и, как бы, наверное, еще очень рано об этом говорить. Но Джей Ди Вэнс неоднократно был замечен в таком вот абсолютно безсознательном, может быть, сознательном повторении российских пикидов, бросов, в том числе по поводу яхт, которые якобы купил Зеленский, его жена и так далее. То есть человек, которому не чужды, как президенту, бывшему, так и его номинанту на вице-президента, любые громкие теории заговора. Ну, в целом, если позвольте, такая аналогия, вот как на рынке. Есть быки, есть медведи, есть финансисты, которые зарабатывают на продавливание рынка, есть те, которые, наоборот, стараются поднимать, набивать цену и зарабатывать на марже. Вот здесь то же самое, как бы, вот политике, так получилось, вот этот срез по Украине, он очень сильно показывает наглядно. Одни выполняют очень сложную миссию. Они понимают, что они уперлись в стену, потому что с той стороны нефть и газ, одна шестая части суши, ядерное оружие, диктатор, который угрожает миру. И с этой стороны люди не хотят Третьей мировой войны, поэтому часть Запада, большая часть поддерживает Украину, но действует максимально осторожно с тем, чтобы не было эскалации, не было противостояния уже между блоком НАТО и Российской Федерацией. А с другой стороны появились политики, вот Орбан, пожалуйста, и упомянутый вами политический персонаж, который теперь кандидат в вице-президента Соединенных Штатов. Они как раз понимают, что не все люди... Есть люди, которые просто устали, например, больше двух лет смотреть новости о том, как Путин и его армия убивают украинцев. И какая-то часть людей проявляет эмпатию к Украине, хочет поддерживать. А какие-то люди просто как зрители понимают, что если с той стороны силу не победить, начинают... Это, знаете, это, возможно, психологи когда-нибудь это объяснят, но это нечто сродни стокгольмскому синдрому. Когда напротив тебя диктатор с ядерным оружием, и он угрожает, а ты очень сильно не хочешь, чтобы полетели ядерные ракеты, и твой город, возможно, превратился в ядерный пепел, ты уже со временем подспудно начинаешь психологически говорить, а может быть, он и не такой плохой, а может быть, вот смотрите, как он широко через Russia Today и через огромное количество купленных пиарщиков и блогеров высказывает свою позицию. И подспудно вот эти вот люди, которых на Западе Путин пытается взять в таких заложников, что если что, мы вас накроем ядерными грибами, они уже начинают давать заднюю, отказываться от своих убеждений. Если еще в феврале 22-го года они твердо стояли в проукраинской позиции, то потом, когда они поняли, что за два года Запад ничего реально не смог сделать, победить не смог, а с той стороны такая сила, а может быть, как-то вот поменять позицию, свое отношение, стать более нейтральным, а может быть, даже еще и высказать поддержку, чтобы точно, по крайней мере, в мой штат, в мой город какая-то ракета не полетела. Плюс ко всему еще есть следующий феномен. Все-таки западные, цивилизованные, демократичные, избираемые политики, они все, ну, давайте так, временщики, они приходят на время. На четыре года, на пять лет. Кто-то, какую-то должность министра может приходить там на год, на два. А с той стороны человек, диктатор, если его человеком даже сложно называть, диктатор, убийца, который использует методы государственного терроризма, который уже четверть века управляет Россией, у которого в руках действительно и яды новички, и любое оружие, и так далее. И в какой-то определенный момент, да, чтобы нравиться своему электорату, и, возможно, что соответствует их убеждениям, какие-то политики озвучивают что-то, что там против Путина. Но когда они реально понимают, что ты сегодня под охраной какой-то спецслужбы своей страны, как президент или премьер, но через два года ты превратишься в обычного пенсионера, или вернешься читать лекции в университеты, вернешься в экономический сектор, ты станешь самым обычным человеком. А с той стороны могущественная мафия с ядерным оружием и со спецслужбами, которые в любой стране мира убивают любых неугодных. И поэтому, может быть, публично никто из политиков не может в этом признаться, но они же видят, что творит Путин. А это политика террора. Убить Литвиненко в Лондоне, убить Максима Кузьминова в Испании, организовать покушение на руководителя военного концерна в Германии. Это все идет, это методы запугивания, что он действительно убийца, который убивает. И есть люди, у которых есть порох в пороховницах, которые понимают, что даже слабину будет еще хуже. А есть какая-то часть аудитории, которая говорит, ну окей, мы не смогли за два года все наши политики и все наши флоты, плавающие по всему миру, каким-то образом здесь повлиять на ситуацию. Ну давайте, раз у нас фрустрация, мы не можем решить проблему, давайте посмотрим на нее с другой стороны и давайте отступим. И вот здесь, в данном случае, я вижу, что психологическая усталость от неспособности решить проблему, страх различного рода, они здесь срабатывают. И в этом моя опасность. И как раз, когда я, например, говорю об одном из самых бесчеловечных и опасных методов Путина, о пыточных конвейерах, почему мы рассказываем, почему мы говорим, что это опасно для многих стран мира? Потому что технология, которую они отработали, когда они сажают людей в пресс-хаты, и в начале процесса пыток над нами, мы с вами можем быть оппозиционно настроены к Путину людьми, которые будут там страдать, но есть какой-то определенный порог психологический, после которого люди ломаются и либо погибают, либо поднимают руку и говорят, давайте мне сюда ручку, листочек, я сейчас подпишу с вами соглашение о работе на ФСБ или на ФСИН, на оперативников, и давайте дальше я восстановлюсь физически, и теперь я уже буду кого-то пытать. И в этом проблема. И они это делают и в информационном пространстве, и они это делают с пленными, и они это делают с россиянами в пыточных. И если это не остановить, этот комбайн может зайти и на территорию блока НАТО, и в европейские страны. А если еще с той стороны в блоке НАТО будут какие-то люди, которые будут говорить, а мы здесь отказываемся от выполнения обязательств по пятой статье, и будем включать там 10, если, 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 а в остальном это не будет работать, значит, это развяжет Путину и его мафии руки, и война будет распространяться на территории других стран, и они действительно будут силой забирать обратно территории и воссоздавать тот самый Советский Союз. А он, на секундочку, имел свое влияние вплоть до середины Берлина. Владимир, вот хотел поговорить с вами о Росстате. Росстат убрал из ежегодной статистики две таблицы, в которых были подробные данные о количестве умерших и смертности от внешних причин. Внешним причинам относят убийство, самоубийство, гибель и ДТП. После начала российского вторжения в Украину журналисты использовали эти данные для оценки потерь армии Российской Федерации в ходе войны. И вот согласно подсчетам Медиазоны и Би-Би-Си потери российской армии составляют более 58 тысяч человек. Вы знаете, уже не первый раз слышу эту цифру, которая очень сильно расходится даже и с уже давными британской разведки, то есть умершими и отбытыми, скажем так, по той или иной причине, покалеченными, пропавшими без вести. Уже большинство западных служб признают более полумиллиона. Как можно понять вот такие скромные подсчеты Медиазоны и Би-Би-Си? Я не могу этого никаким образом понять. Я знаю точно, что ФСБ, служба внешней разведки, делают очень многое, чтобы получить влияние на тех журналистов, которые работают в Москве, в московских офисах, в московских бюро. Берутся в оперативную разработку и журналисты, и члены их семей. В ход идут самые разные подлые методы. Именно поэтому, когда Би-Би-Си на меня выходили еще в 21-м году с предложением о съемках большого документального фильма об архиве пыток и об истории Сергея Савельева, я поставил условие, чтобы к этому не имели никакое отношение сотрудники их московского бюро Би-Би-Си, потому что я прекрасно понимаю, что они там находятся в положении заложников. Они могут работать и быть числятся журналистами Би-Би-Си, но они являются москвичами, гражданами Российской Федерации, они каждый день возвращаются по этим дорогам в этих подъездах в квартиры, и понятно, что они в любой момент могут оказаться не просто там на 10-15 лет отправленными в лагеря строгого режима, и никто ничего с этим не сделает. Они могут быть просто убитыми и скажут, что оторвался тромб, случайно подскользнулся в душе, и так далее. И Би-Би-Си мне тогда пообещали, что они сделают этот фильм силами Лондонского бюро. В оконцовке выпуск фильма затормаживали более чем на 8 месяцев, а потом он вышел в августе 22-го года, когда уже полным ходом шла широкомасштабная война, когда люди были отвлечены, и плюс было время август, пора отпусков, и все это было там, и половину фильма они снимали историю, которая, по сути дела, это был такой нарратив путинской пропаганды, что в целом один из пострадавших, уехавших из пыточного региона скрывался в Москве как в безопасном месте, но в оконцовке правоохранительные органы и суды разобрались, и он вернулся обратно в Иркутск жить и так далее. То есть, я сейчас к чему говорю, у меня был вот этот опыт, и я видел прекрасно, как они тонко работают, и это действительно там, дьявол здесь хитер, и дьявол в детали. Но как они могут ссылаться на эти цифры, когда даже сам Пригожин заявлял о том, что из 49 тысяч осужденных под Бахмутом, из ЧВК Вагнер, только под Бахмутом, погибло более 22 тысяч вагнеровцев. Это было только под Бахмутом, и это на секундочку было в 2022 году. Сейчас 24-й год. Но это очевидно, это резко заниженные цифры, это те цифры, которые очень хочет озвучивать российская пропаганда, потому что все-таки, когда за 100 тысяч человек планка перейдет, психологические россияне будут воспринимать это иначе. А если они будут понимать, что речь идет о сотнях тысяч людей и о приближении цифр к полумиллиона, конечно, это будет их шокировать. Поэтому в данном случае, конечно, можно найти аргументы с тем, чтобы упереться, взять какие-то данные Росстата и вот на основе этих данных что-то озвучивать с тем, чтобы просто потом не получить килограмм героина или кокаина себе в сумку и не уехать на 20 лет в колонию строгого режима. Поэтому здесь, я ни в коем случае, это не камень в огород BBC, но нужно понимать, что журналисты из западных медиа, которые имеют гражданство Российской Федерации и живут со своими семьями внутри России, эти журналисты в любом случае находятся под оперативным контролем ФСБ и в отношении них идут регулярно активные мероприятия с тем, чтобы получить на них определенное влияние. И достаточно посмотреть на пример очень хорошего, смелого журналиста, американца Ивана Гершковича, который прилетел для своего журналистского расследования, а сидит под арестом в следственном изоляторе ФСБ, как якобы какой-то там шпион и агент ЦРУ. Ну вот, в данном случае часть российских журналистов хотят и рыбку съесть, и надолго не сесть. В наших подворотнях говорили еще более емкое слово, использовали при этом, но судя на это не меняется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!